Валентин Таргашов На покупку контейнеров в муниципалитетах, как правило, денег нет. Например, только Лосихинскому сельсовету на эти цели нужно 250 тысяч рублей. Поэтому все переходят на второй вариант. Обязанность организовать контейнерную площадку уже возложена на органы местного самоуправления. На сегодняшний день на территории сельской местности такие площадки не организованы. Поэтому органы местного самоуправления уже определяют места временного накопления твердых коммунальных отходов. Здесь таких четыре. Для почти тысячи человек этого мало жалуются жители. Возможно, поэтому некоторые не несут мусор в места временного накопления. Возможно, люди не в курсе. Хотя в Лосихе это маловероятно. Власти буквально зашли в каждый дом. В сентябре месяце, в конце августа мы провели организационные встречи с населением. Посредством почты, спасибо большому почтальону нашему, она разнесла в такие листочки, бегунки, в которых говорилось о том, что данная услуга на территории нашего села будет оказана. По словам главы, люди понимают, что места накопления – временная мера. И надеются, что с появлением контейнеров таких точек будет больше. Это и удобно, и в поселке чисто. Пока мусор собирают дважды в месяц, но отходов очень мало. Правда, не платить за услугу, которой по каким-то причинам люди не пользуются, нельзя, поясняют эксперты. Это является противозаконным, поскольку это включено в коммунальную услугу, и платить должны все. Видели они, не видели, значит, они не видели этот график. Скорее всего, у нас, видно, не хватает информации для населения. По местам накопления площадок, по их организации, когда вывозятся, по графику и так далее. Это все в руках органов местного самоуправления. Сейчас в Косихинском районе на Бестарном сборе остался один поселок и райцентр, но и там с 1 ноября появятся места временного накопления.